Бодиши Зейтунг, Германия. Россия берется за Арктику. Штефан Шоль. Бодиши Зейтунг, Германия. 29 августа 2019 года. Москва не жалеет денег, чтобы стать военной и экономической сверхдержавой на Северном полюсе. Первая плавучая АЭС-академик Ломоносов должна в скором времени прибыть в Чукотский порт Певек. Там два реактора общей мощностью 70 мегаватт должны будут вырабатывать электричество и тепло для инфраструктуры будущего незамерзающего Северного морского пути. Россия заставляет говорить о себе по ту сторону полярного круга не только из-за плавучих АЭС. На протяжении ряда лет страна не жалеет средств, чтобы утвердиться в роли арктической сверхдержавы. Еще в 2013 году российские военные начали восстанавливать советские аэродромы и военные базы на Новой Земле, островах Котельной и Врангеле, на земле Франца Иосифа. В 2016 году появилось арктическое командование. Теперь российские десантники отрабатывают высадку на полярных ледяных полях, а реактивные истребители патрулируют небо над ними. Для России Арктика с ее природными ресурсами очень много значит. Также важна она и для военной безопасности страны, говорит московский военный эксперт Виктор Литовкин. Арктика невероятно важна для России, это часть ее национальной идентичности, сообщил и американский политолог Роберт Артан к радиостанции «Голос Америки». Российские полярные территории занимают 9 из 17 миллионов квадратных километров сухопутной площади страны. Отсюда идет четверть российского экспорта. Нефтегазовая экспортная держава претендует и на 1,2 миллиона квадратных километров грунта под Северным Ледовитым океаном за пределами 200-мильной экономической зоны, включая Северный полюс. По предположениям россиян, там находится до 10 миллиардов тонн минерального сырья. С 2020 по 2045 год государство планирует только на геологоразведочные работы в Арктике потратить почти 4 миллиарда евро. Добыча природных ресурсов со скрытого потолщи льда морского дна на глубине от 500 до 2000 метров влечет за собой огромные технические и финансовые проблемы. Правительство работает над законопроектом, который в будущем позволит проводить буровые работы не только государственным концернам «Газпром» и «Роснефть», но и частным иностранным компаниям. Однако не только введенные из Украины санкции Запада, но и цены на нефть намного ниже 100 долларов за баррель не дают внедрять дорогие зарубежные ноу-хау. При цене 50-60 долларов за баррель арктические проекты вряд ли будут рентабельны, констатирует аналитик Дмитрий Моренченко в газете «Ведомости». Экономисты и плавучую АЭС академик Ломоносов считают нерентабельной, а экологи еще и говорят о высоких рисках из-за штормов на северном побережье Чукотки. Однако российские эксперты преподносят атомное судно как экологичный проект. Его использование позволяет полностью вывести из эксплуатации устаревшую билибинскую АЭС. Кроме того, руководство государственного концерна «Росатом» не скрывает, что в плавучей АЭС они видят образцовую модель для привлечения иностранных клиентов. Уже поступили запросы из Латинской Америки и Южной Азии. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.